Здравствуйте, друзья! В эфире «Наедине с Петровкой» программа, где я беру интервью у интересных мне и нашим зрителям людей. Но надо сказать, что у нас в Петровке это не первая подобная программа. Впервые мы стали брать интервью в восемьдесят первом выпуске «Коламбура». Давайте посмотрим, как это было. Когда ты в последний раз плакал? Последний месяц лет какой? Август. 28 августа. Не страдаешь ли ты звездной болезнью? Ну, как бы не считай это нужно, но считай то, что все в нашей школе равны. Коля, был у тебя прогуливать, когда твоя бабушка работала в школе. Алло, бабуль? Блин, бабуль, что-то так плохо, конечно, капец. Заболел живот и прочие приступы эпилепсии, прочего дерьма. Да, это была программа с нескромным названием Late Night Show with Даша Зорина. И я сегодня хочу поговорить с автором и ведущей этой программы, Дашей Зориной. Здравствуй, Даша. Здравствуйте. Вот, ты слышал, как я сейчас рассказывал про твое шоу. Как тебе вообще пришла мысль сделать такую программу тогда? Ну, как вам сказать, человек я не особо креативный, если креативный, то не в таких сферах. Поэтому мне подсказал Сема Козов. Привет, Сем. Да, Сема Козов. Молодец. Да, он, кстати, иногда подкидывал мне вопросы такие, а-ля клубника или сливки. Ну, то есть, хорошие вопросы, которые никогда не входили в выпуск, но они всегда остались в моем сердце. Сема, спасибо. Я не буду спрашивать, почему твоей программы больше нет, но тут все очевидно. Почему нет? Потому что моя программа есть. А, все, я поняла. У Владика очень сложные шутки составные. Да. Ну, в общем, ты брала интервью у Кирилла Лебакина, у Владислава Иванова, так сказать. Самое яркое интервью. Ну, конечно. И у Михаила Шепкова, и у Семена Козова. Ну, тут вопрос у меня как раз такой. Какое интервью ты из этих считаешь лучшим и почему? Ну, ой, Владик, конечно, с тобой. Сейчас это не обязательно, да? Сейчас, ну, блин, как тебе объяснить? Мы с тобой снимали сколько часов? Два. Мы снимали два часа. 30 минут, ну, 30 минут съемок, из которых ушло на выключенную камеру, вот как я скажу. Потом Владик пел песни, рассказывал стихи, анекдоты травил. Потом, так, что еще там было? Да много что там было. Там было много, да. В основном все за кадром. Да. Или под кадром. Или под кадром, да. Значит, ну, со мной, значит, да? Ну, да, еще было весело с Кириллом, потому что это было мое первое интервью. Да. И он веселый человек, вот, что еще сказать. Ну, да, веселый человек. Мы передаем Кириллу привет и надеемся, что он тоже будет гостью нашей программы. Веселый человек, ну, будет. Вот если бы твоя программа продолжалась, у кого бы ты еще хотел взять интервью? Ну, у нас в школе есть кандидат в мастера спорта, это Роман Петренко. Было бы интересно спросить что-нибудь у него. Затем, у нас есть советский модник Даниэль Батиста. Ну, я не знаю, я с ним, ну, как бы, не прямо в честных отношениях, ну, как бы, как бы со всеми самыми. Но, блин, было бы прикольнее, да, не знаю, что нужно еще спросить у него. Так, еще было бы интересно взять интервью у Вероники Валевой, потому что она очень интересная, очень такая необычная, вот, в плане мышления. Ну, вы заметили, какими оборотами? Вообще замечательно, как она готовилась. Да, конечно. Ну, вот. Сейчас, сейчас, подожди, я еще скажу. А, еще? Ну, давай. Кого еще можно взять интервью? Ваня, Ваня Огнев, это такой веселый пацан. Замечательно. Вот, у него тоже можно взять. Значит, а если не из нашей школы? Если не из нашей школы. Ну, это вообще, вот, у любого, хоть, там, я не знаю, ну, что у Путина такое. Да, да, не знаю, что у него можно сказать. Задима Радиновича в пролезь. Ну, у него слишком много, эти раз уже брали интервью, мне кажется, это. Блин, да у кого еще можно взять это интервью? Нет, у него брали много интервью, а вот твоя программа... Ну, знаешь, если я могу задавать такие вопросы, типа, сливки или клубника, клубника или... А почему нет? Ну, хуже уже не будет. И бац, 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 бац. Не он, я тебе так вот скажу. Ну вот. Так, сейчас. А, ты все еще думаешь? Ну да, ну вот, а как твои предложения? Чтоб ты взяла интервью? Да. Ой, не знаю. Мне кажется, интересно брать профессиональное интервью. Ну, этим занимаюсь уже я. Профессиональное интервью, это когда ты берешь интервью у людей определенной специальности, ты задаешь вопросы по их работе. А для того продавчика спрашиваешь, там, как работа. Да. Часто ли сегодня отмену делали, я не знаю. Ой, так, сейчас, подожди. Я даже не знаю, серьезно. Но если кто-то хочет, чтобы я взяла у вас интервью, звоните. 8-920-7901-7084. Мой контакт, ВККОМ, нет, ВК, хттпц2слеша, дашокко, вот. Мой инстаграм, блин, такой же, как адрес в контакте. Это же бывает. Ну, мне просто нечего добавить. Ну, ты у меня спросила про вопросы, а вот я как раз хотел затронуть эту тему. У тебя в репликах чувствовался, ну, если не сарказм, то ирония. Жесткая ирония. Ну, я старалась в репликах его не показывать. Я вообще очень такой язвительный, не язвительный, а такой желчный человек. Кстати, мне уже так не один раз говорили. Такой желчный и вот. Ну, все. Ну, это правда. Значит, я как раз готовился к интервью, заглянул в твой инстаграм, в твиттер, посмотрел твои посты. Ой, Господи, в твиттер. Я просто не нашла, как его удалить и потеряла пароль. А-а-а. Батюшки, мой Боже. Но было там, конечно, жестко, да, идите, прочитайте. Не надо. Хорошо. Я же не давал ссылку, они не найдут. Хорошо. Значит, и вот у меня вот лично, у меня вот такое ощущение уже даже, что у тебя даже такой образ сложился. Такой из чара, да? Вот, да. Ну. Ну, сложился, вот сложился образ, ну. Вот, благодаря которому как раз тебя все узнают и о тебе говорят. Обо мне говорят, я не думаю. Ну. Ну, есть, бывает. Вот, вот скажи мне, у тебя так целенаправленно? Да, ну, нет. Нет. Жизнь так сложилась? Жизнь так сложилась. Нет, ну, в плане, близкие люди знают, что я там могу иногда не в тему что-то пошутить, нехорошо, очень. И не особо, как бы, жлятся, ругаются, бесятся. Ну, не то, чтобы совсем, но не особо. А-а. А с чужими людьми я так не делаю. Я не особо открытый человек в последнее время и, вот, вообще крест на новое знакомство. А что случилось? Да, ну, не знаю. Я была в волонтерном чемпионате мира по футболу. Было сложно, было жарко, было холодно, было голодно. Но я делала это, и я делала это больше месяца. А потом мне вручили орден. И вручил его мне сам, председатель городских волонтеров. Представляете? Слишком как-то, часто как-то с людьми вот общаешься, потом резко так сближаешься, резко так сближаешься, а потом резко так отдаляешься, как-то получается гипербола, вот как-то. Ну, ладно, это математическое направление. Да, это заметно. На правах старшего эти скажут, что так нельзя себе замыкаться. Ну, я не замыкаю себе. Замыкаться не надо. Я не замыкаю себе. Вот нельзя, не буду замыкаться. Я, наверное, не буду. Вот поэтому надо брать на царе почаще и обращаться к выдаче. Раскрывайте свою душу перед всеми. Дайте войти мне ее всем тем гостям, которые хотят ее посетить и быть там родными. Любите себя, любите своих близких. Не забывайте о том, что вы в этом мире не одни, и вы можете поддержать других людей, и другие люди могут поддержать вас. Давай снимем студию на Первом канале, и мы там такие речи. Я не знаю, почему они до сих пор не вышли на нас с этим предложением. Ну, может, они не вышли на тебя? Ну, ладно, шутка, но мне тоже не так. Вот это да. Очень такая глубокая философская мысль от Даши Зориной. Да нет, как умею это желчить. Ну, еще и философствовать. Ну, это очень важно, на самом деле. А вообще, вот ты часто так любишь философствовать, рассуждать о жизни? Нет. Ну, там, а-ля, я не знаю, когда в душу моешься, тебе что-нибудь голубый лед. Ну, чаще это какие-то стежки дебильные, если честно. Ну, так иногда бывает. Там, когда, например, с чем-то расстроишься, и вот. Ну, редко очень, в общем. Многие думают, что у меня там там большое ЧСВ, все такое. Нет, я не могу сказать, что я там считаю выше себя, кого-то выше себя. Ну, возможно, потому что мой рост метр пятьдесят восемь. Ну, вообще, не поэтому. Нет, я не считаю никого выше себя. Вот. Все, я дальше не буду продолжать. Хорошо. Так, стой, теперь основной вопрос. Стоит относиться к жизни так же иронично, потому что так проще жить, так проще отталкивать какую-то агрессию. То есть, ну, в плане, ты ничего не понимаешь близко к сердцу, и все. И живешь спокойно, как я. То есть, ты живешь спокойно? В плане эмоциональном, да. Это радует. У меня нет такого, в смысле, там, нет, конечно, я могу иногда злиться сильно, могу иногда сильно, там, вот, в самом моем случае, никуда. Могу, там, как бы, грустить, но, как бы, обычные девчонки, как, они два часа ноют, два часа плачут, потом пять минут смеются. Ну, у меня такого нет, у меня как-то все ровненько, все ровненько. Хорошо, ты одновременно плачешь и смеешься. Ну, да, кстати, это когда истерика только, но это редко. А, ну, понятно. Я надеюсь, сегодня у нас не будет истерик. И я тебе предлагаю отмотать пленку твоей жизни, надеюсь, 12 лет назад, и задать мой традиционный вопрос, который я задаю всем, о твоем детстве. Как, где и с кем оно у тебя проходило? Ой, сразу, вообще, пипец. Так, это был детский садик Петушок, самый классный садик. Вот. Между прочим, я была очень классная, в то время вообще невозможно. Я прям, мы прям что-то на какие-то конкурсы едили, песни пели, лепили, бегали, прыгали. У меня было два парня, сейчас слышу. Это, ну, потом один мой парень ушел к моей лучшей подруге, так бывает, особенно у пятилетних девочек. Вот. Ну, это, блин, это была офигенная жизнь, если честно, когда мне было, сколько мне было, 5 лет? Ну, нет. Тогда, а, тогда мне нельзя было есть апельсины. Блин, нет, было нибудь. А почему тебе нельзя было есть? Аллергия. Да. Но, блин, нет, на самом деле, детский садик, когда ты вот перед самой школой, там, 4, 5, 6, когда ты уже немножечко что-то понимаешь, но еще тебе не надо ни о чем заботиться, это самое офигенное время. Вот. И тем более с садиком у меня сейчас очень так хорошие отношения, меня зовут на многие выпускные, мне дарят подарочки, я туда, ну, я там бываю иногда, вот. То есть ты как почетная выпускница детского сада? Да, у нас была такая премия, звездочки, звездочки выпуска. У меня даже в кубах есть, я вошла в эти звездочки. Ну, молодец. То есть у тебя творческая карьера уже с давних пор летела? Ну, а вот как там началась, там и закончилась. А сейчас что? Ну... А Петровка? Ой, она как началась, закончилась в 2008-м, а потом ты в 2017-м снова началась. Моя творческая карьера. Ну, вот она как. Если захотите написать мою автобиографию, стоп, подожди. Автобиографию ты сама пишешь? Да, точно. Это как я написал. О-о-о. Зайдите на мою страничку в ВК и прочитайте мою автобиографию. Я уже лайк поставила. Молодец. В общем, если захотите написать мою автобиографию, обязательно учтите эти факты. Да. Жирным шрифтом, пожалуйста. И как раз вопрос про Петровочку, нашу любимую. Ты у нас уже девушка со стажем. Больше года. Да, я уже девушка, знаешь, в этих лет семнадцать. Ну, Петровская девушка лет семнадцать. Девушка со стажем. Лет семнадцать. Нет. Ну, больше года, это уже внушительно достаточно. Ну, внушает, да. Ну, неплохо, неплохо. И, кстати, ты знаешь, что ты не пропустил ни одного каламбора? Ну, я всех посмотрела. Ты во всех участвовала? Ну, я участвовала во всех, начиная с восемьдесят первого. Ну, с восемьдесятого. Восьмидесятого меня не было. Это была. Нет. Кому ты рассказываешь? Там была строка, которая бежит, и там было написано «Даша Зорина». Это все. Нет, нет. Там у тебя брали интервью, зачем ты пришла в Петровку. Миша, Кухня, по-моему. А, эти две секунды несчастные. Чтобы, вот, как бы, дать шанс вам для дальнейшего развития. Просто без меня бы вы, наверное, не смогли бы ничего больше делать, а когда у вас есть я, я думаю, у вас... А меня же, чтобы я их пиарил. Вот. Нет. На самом деле, вы были очень хорошими, но со мной вы еще лучше. Почему ты к нам пришла в Петровку, Даша? Сейчас уже можно рассказать. Хорошо. Честное, откровение. Дело было так. Я не помню, как он был. В общем, я проходила мимо, а ты вручал кому-то так, Петровское знамя. Вот. Удостоверение о том, что он является сообщником общества. Это его прожектор. Вот. Сообщником общества. Берите пример с меня, русский язык, мое второе увлечение, блин, ладно, все. И, ну, я такая, ух, тут прикольно. Ну, я так-то уже смотрела выпуски Петровки много раз. Ну, примерно два. Вот. И, такс. Ну, я такой, Владик. Нет, мы сейчас с тобой шутили, таки расшутили. Я такая, а если ты ко мне в Петровку, я такая, а если я ко вам в Петровку. Он такой, ну, мы тебя возьмем, я такой, а пойду. И я пришла. Ну, и вот. И тоже у меня вручили это знамя Петровки. Конечно. Знамя, у нас, сверенье, так, ну, тоже в самом деле. Как раз-таки, это не официальная версия, официально мы не будем рассказывать. Это наше личное дело. Значит, Даша, ты учишься в одиннадцатом классе. Гадости про одноклассников говорить еще рано. На каком направлении ты учишься? На физмате учусь. И куда ты хочешь поступать? На Веракуас. Нет, хотелось бы, конечно, в Москву, но это, во-первых, нереальные затраты энергетические. Конечно. Мне не помешало бы делать, конечно, эти энергетические затраты. Сейчас. Это большие энергетические затраты. И, конечно, понимаешь, мне бы не помешало делать энергетические затраты. Блин, ненавижу. Сейчас, может быть. Хотелось бы поступить в Москву, но для этого нужно делать, ну, большие энергетические затраты. И, как бы, не то, чтобы это не посильно, это посильно, но еще такие аспекты, как здесь все мои близкие люди, здесь мои родственники. Я здесь. Ты здесь, еще один человек здесь, поэтому я, как бы, ну, разорвать свою жизнь надо до и после, я не хочу. Ну, это понятно. Вот. Все. Значит, твой ракурс. А на кого? На медоборудование буду, это, я морден, блин, очень надо думать, шутка, нет. Ну, буду всякие там эти. Ой, что я делать буду, блин, сейчас, подожди. Давай, задай еще вопрос. Раз. На кого ты хочешь поступать? Я хочу поступать на специалиста по медоборудованию. Чем тебя вдохновляет эта работа? Вообще, мне очень нравится сфера медицины, но сфера медицины не, как бы, не в том, не работа с людьми напрямую, вот вообще ненавижу, а, ну, там, изучение болезни, да, странно, ведь я могла пойти в медицинский или на формацию, на формацию, это называется, но я поздно об этом подумала. Формация. Формация, это формация, это когда. А не форматертика? Формация. Хорошо, я не буду спорить. Вот. И, ну, вот, мне нравится это направление, хочу изучать влияние всяких физических штучек на организм человека, начнем с тебя. Я не против. Я готов отдать свою жизнь науке и Петровке. И мне получается. Тебе в первую очередь, конечно, это правда. Даша, мы постепенно уже заканчиваем, к сожалению. У нас передача называется «Наедине с Петровкой». Я тебя хочу попросить сейчас рассказать что-нибудь такое, что до этого никто не знал. То есть откровение какое-нибудь. Ну, что-нибудь такое не сильно страшное. Ну, или сильно страшное. Сильно страшное уже перед вами. Шутка. Сейчас, подожди. Враньё. Я знаю. Ну, так. А, я училась в школе Яралаши. Вот. Вот это да. Вот это да. Видите по моим актерским способностям. Просто научилась на ура. Еще какие новости у меня хорошие? Нет, это правда, это я не знаю. Вот это да. Еще один. Мы... Блин, это дупая история, но слушайте. Когда я была маленькой, наверное, я была... Мне было 36-37 лет, золотые годы. Мы с моей сестрой собирали ракушки, ракушки, ракушки на море. Мыли их мылом с грушей. Мы как бы выковыривали вот это все. Вот. Просто дети-убийцы. И везли их домой. А можно было купить уже очищенные эти вот эти раковины за, мне кажется, рублей 10. Но нет, мы все равно занимались вот этим вот, не знаю, как это назвать, живодерством. Ну, мы не ищем легких путей. Ну да. Вот. Еще. Какие еще истории? Вот это да. Ого! Я чищу снег дома. Я люблю... Я люблю, я даже... Нет, не всегда, конечно, но я люблю чистить снег. Вы офигели, наверное. Такие откровения, я думаю, что это... Ну, тут, если бы тут у нас были зрители, они бы тебя аплодировали. А ты можешь ставить звук такого удивления? Ого! Хорошо, я вставлю. И вы думаете, как будто это так и надо. Какая у тебя в жизни мечта? Классная машина. Хочу классная. Еще хочу очень красивый дом. Как ни странно, я уже выбираю планировки дома. Ого! Смотрю. Потом я хочу машину классный, дом классный. Хочу очень много зарабатывать, как это ни странно. Ого! 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 Так неожиданно! Такая неожиданность. Ничего себе! Так... Ты выбираешь эти страны. Не прям в гейзер купаешься, как бы... Думаю, будет немножечко убийственным. Рядышком такие кратеры небольшие. И там можно посидеть в горячей водичке. Ну, так вот. Я выбираю по принципу красиво, ново. А как бы... Не заезжено, что... Ну, например, в Париж. Я даже не знаю, что же там смотреть. Вообще просто. Вообще ни о чем. Не зайдите меня в Париж, я вы не соглашусь. По сравнению с Асхией или с Самарой. Вообще, блин. Нет, на самом деле, в Париж я бы тоже съездила. Но больше такое желание у меня привлекают... Скандинавские страны. Страны с богатой природой, нежели... Архитектурой, да. Архитектурой, вот. Что бы ты хотела бы сказать напоследок нашим зрителям? Одевайтесь, тепло вообще. Я не могу, я мерзну ужасно. А вам не надо мерзнуть. Тепло одевайтесь. Надо тепло одеваться. Потому что скоро уже декабрь. А пока еще ноябрь. И пока еще заканчивается седьмой выпуск программной дне с Петровкой. Наверное, уже заканчивается? Уже, да. Уже практически все. И мы сегодня узнали очень много нового, неожиданного абсолютно. Такие вещи, что у меня сердцебиение лично началось. Она этого его не была. Сейчас она усилилась. Оживляю людей своими рассказами. Да. Поэтому спасибо тебе огромное. Наша целительница Даша Козорина. Знахарь просто. Земский врач. Да, конечно. Спасибо. И вам спасибо, что посмотрели. Всем пока. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok